Немножко помните, Ярослав, вы про серебро говорили, да? Ну, я тут залезла, встала, вот немножко покопала. И интересно, что вот эти серебряные, серебро как металл, это было подать с каждого мужчины, тогда у евреев, когда, ну, Моисей сказал, вернее, Господь через него, полсикля, полшекеля, со всех мужчин выше 20 лет. И вот получается, что серебро, оно символ, и искупление, символ единства в мешкании. Вот такая картинка интересная. Ну да, Аминь. Я как бы не скажу, что исследовал этот вопрос, но когда вот перечитывал книгу, особенно, ну, Библию, особенно вот когда первый раз читал прямо вот полностью, все параллельные места там смотрел. Ну, как-то мне казалось, что когда вот в библейской школе учились, то, ну, не просто прочитать, а думал, вот, зайти в глубину. Иногда так закапывался, думал, как я успею все прочитать. И вот, вот как раз, Людмила, ты говоришь вот о искуплении. И вот что интересно, Библия отмечает, что, к примеру, значит, для того, чтобы вот это искупление произошло, там по возрасту, заметили, там по возрасту, к примеру, до 20 столько-то там шиклей серебра, там сиклей, с 20 до 60 столько-то, с 60 уже другая цена. И вот, вот это, выкуп вот этот шел самый большой, самый большой за мужчин, которые вот именно были в силе. Имеется в виду вот примерно там от 20 до, ну, возьмем там до 60 лет, сейчас точно не помню. Самое главное смысл понять. И вот, и вот, заметьте, когда мы приходим к Господу, приходим к Господу, и вот если мы вот, ну, проецируем это на искупление, на спасение, да, то мы видим, что все-таки возраст, он, Господь говорит о том, что цена, цена, то есть, как бы поймите вот сейчас правильно, она вот именно самая большая за такой продуктивный возраст. К чему я говорю? Не к тому, что вот сейчас мы постарше стали, и как будто, ну, в нас не нуждается, а в том смысле, что, как бы сказать, когда ты, ну, скажем, пожил, старше стал, здоровье, может быть, уже, так скажем, не то стало, и вот как смешно бывает рассказывают, а теперь, Господи, забирай мою жизнь, тогда, когда зубов уже нету, тогда, когда уже есть, пить так не могу, потому что здоровья нету. Понимаете, да, какая тема происходит? А Господь говорит, а вот именно отдать себя в том возрасте, когда, помните, в притчах написано, ну, хорошо, юноша, давай там, наслаждайся жизнью, ешь, пей, только знай, да, что придется за все ответить, да, как за праздное слово, так и за всю эту разгульную жизнь. И вот поэтому вот дьявол, вот он сильно, ну, скажем, ну, злится и бьет вот именно в такое продуктивное, молодое, зрелое поколение людей вот именно и так же среднего возраста и так далее, тогда, когда не только, скажем, опыт и мудрость приходят, но и тогда, когда еще физические силы есть для того, чтобы отдать Господу все, что здоровое есть в нашем теле, душе и, как бы сказать, вот именно наработанное из духа в нашей жизни. И вот я вот отметил, что вот как раз вот именно вот этот промежуток возраста, который там от 20 до 60, да, как я сказал, там самое большое платилось, вот так скажем. Ну, вот такие дела. Поэтому вот, когда проповедуем, хорошо бы вот именно молиться за людей, чтобы они не прожгли свою жизнь, а приходили к Господу и с зубами здоровыми, и с глазами зоркими и так далее, чтобы, как говорится, пыхало и молодость, и все остальное. С другой стороны, все равно вот апостол Павел, то он говорит о том, что когда физическое тело наше, оно что делает? Хилеет, да, молитв? То внутренний человек наш, внутренний человек, он наоборот у нас обновляется. И поэтому как бы вот не было бы красиво, вот сейчас сказано по всем вот этим сиклям и так далее, но с возрастом вот именно приходит именно то, что ты начинаешь понимать вот именно, ну, как сказать, понимать, что вот как я сегодня вот выложил, Псалом сегодня вот попал в сердце о том, что вот Господи, кто мне на небе? Особенно вот этот современный русский перевод, он как бы полностью отражает вот это все. То есть, говорит, у меня на небе нет кроме тебя никого. То есть вот я, говорит, даже ни ангелами не восхищаюсь, ни какими-то там духами и так далее, а вот именно тобой, Господи, кто мне на небе кроме тебя? И на земле, говорит. Мне, говорит, уже не нужно без тебя ничего. То есть это вот как раз зрелость, вот как раз вот эта мудрость. Вот это же Моисей, он сказал, когда Господь, говорит, я, говорит, не просто устал, я, говорит, не пойду с этим народом, вот с этими ропотниками. Он говорит, вот я вам ангела дам, и вот поэтому драгоценные, вот когда мы слышим, вот много свидетельств об ангелах и так далее, дорогие, то сильно, так скажем, но, да они по твоей просьбе, они просто, ну вот реально явятся. Вот вчера машину там ремонтируют, там болт один важный, значит, ну, хотя я так мощно сказал ремонтирую, от меня такой ремонтник, но там снимал, и там такой болтик важный упал, и вот ищу, не могу найти, все, вот уже рукой и так далее. И потом говорю, Господи, во имя Иисуса Христа, ну, просто пошли ангелов своих. Сразу раз нашел, и сразу думал, Господи, ну вот только попроси, Аллилуйя. Поэтому вот за нас просто великое воинство, множество, но Иисус, он первый в нашей жизни, и поэтому никогда не надо удовлетворяться вот этими именно ангелами, хоть они херувимы и так далее, потому что вся слава, она нашему Господу, слава Богу. И поэтому, вот кто мне на небе, и на земле не хочу. И вот мы к Моисею-то возвращаемся опять. Ведь смотрите, он в каком возрасте был. В 40 лет, вот именно та молодость, которая забегает, бывает вперед, вперед, даже 40 лет, это и то уже не тот возраст. Я помню, когда там Виконский Сергей Васильевич говорит, вот молодые братья, значит, это вот служат, славу отдает Господу России, труд и так далее. И помню, мы как раз с Сергеем Зуевым были, и вот он как раз говорит, ну, трудно, типа, назвать молодых, как бы, ну, когда нам сейчас по 40 лет, а когда сейчас уже нам и не по 40, и не по 50 даже, и уже не по 55, да, то есть ты смотришь, да, на самом деле 40 лет, господи, это, как там в песнях поется, в 40 лет-то, баба-ягодка опять, да, помните, а там 50, мужчина с нобом мандарин, да, поет этот, Наталья, наш этот, так как сказать, группа Божья коровка, христианская, так вот, и, и вот Моисея, вот он, смотрите, это ему было уже 80 лет, когда он сказал, Господь, без тебя не пойдем в обетованную землю, а ведь в обетованной земле, там, говорит, будут горы, мед, железо, молоко, мед, то есть он, не надо мне никаких благословений, если тебя, Господи, не будет, даже если с нами ангелы будут, потому что мы сейчас уже понимаем, что круг ангелов, это, это еще не престол, у которого постоянно хочет видеть нас Господь, как в откровениях четвертой главе написано, вот так, и я вот, знаете, а мы на этой неделе, раз уж эту тему мы затронули, поговорим, да, маленько, с женой посмотрели фильм «Остров», я его, так скажем, несколько раз, но смотрел эпизодами, вы видели вообще фильм «Остров», это где вот Петр Мамонов играет? Да, 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 я так удивился, думаю, как это моя жена не видела, он уже много лет назад вышел, а тут и в церкви тоже вот, значит, некоторые не смотрели, я говорю, ну как не посмотреть, я рекомендую посмотреть, но вы знаете, вот я сейчас вот с женой посмотрел еще раз, и как-то с другой стороны маленькое все, потому что когда, ну скажем, я его смотрел более так по-молодецки, то понимаете, понятно, что вот именно такая православная парадигма, конечно, идет, и помните, вот он там каялся, 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 и когда ты смотришь вот именно с точки зрения, ну скажем, вот харизматической, евангельской, вот современных церквей, да, наших, то как бы ты особо, ну в всяком случае, я за себя, так скажем, скажу, я особо это, ну как бы не принимал в том отношении, что нам же известно учение о благодати, о спасении, о прощении, и думаю, зачем так много, ну каяться, ну по сути дела, вот он всю жизнь, после того, когда раненого его монахи, да, вытащили, и вот пока он не встретился с этим адмиралом, который уже стал, пока, ну вот он свой психически больной дочь не привез, и потом же он лег в гроб и умер, и поэтому, и вот у меня как бы такой вопрос, что, ну как бы не совсем это, ну правильно, не совсем, наверное, это надо вот такой момент себя так, ну, самоуничтожать, так что ли, а с другой стороны, с другой стороны, вот я вот сегодня смотрю, видите, мы на самом деле, ну, можно сказать такое, может грубое слово, немного охамели, понимаете, тогда, когда мы, вот, очень поверхностно относимся к жертве Иисуса Христа, как будто, вот знаете, вот мы же ведь, понимаете, мы не просто ее принимаем, а ведь написано, что во времени вечности, об этом и книге Ефесянам говорит, и Павел много в других посланиях говорит, что мы уже, будучи, как бы не живя здесь на земле, пережили с ним, вот как это вот к нам в разумение это входит, мы уже с ним пережили, то есть мы с ним вместе прошли смерть, погребение и воскресение, вот как, и поэтому, когда вот особенно Ефесянам первую главу читаем, Римлянам восьмую главу читаем, а там, где вот он, кого там призвал, избрал, предопределил, и вот это все происходит в вечности, пока вот здесь мы, нам кто-то не открыл глаза через проповедь, и мы вдруг увидели, опа, так это оказывается, я-то из вечности, я-то не принадлежу ко всему этому, я рожденный свыше человек, когда принял его, а если я отвергнул его, то тогда оно как бы и вечность опять стирается, и вот здесь получается, что, ну, я говорю о ценности этой жертвы, то есть по-другому не просто вот как бы сказать, а там поел, рот вытер, как говорится, здесь согрешил, там нагрешил, все равно Господь там умер, но евреям так послание, ну, говорит очень, ну, с вызовом о том, что, а нет больше, жертвы за грех, вот она единократная, которая была принесена, и больше не будет, как в Ветхом Завете, каждый год они могли, как говорится, грешить, грешить, потом раз в год опять первосвященник заходит во святое святых, и опять все заново происходит, а здесь все, одна единственная жертва, которой можно прийти только по вере, только по вере, а как ты придешь по вере, если ты не переживаешь, вот именно непосредственно, вера же от слышания Слова Божьего, а Слово Божьего это же сам наш Господь Иисус Христос, и здесь не просто, как бы сказать, как книжку прочитать это Слово, а здесь у нас есть это Слово, растворить себе Слово, раствориться в Слове, отождествиться со Словом, и потом уже реально, как апостол Павел, сказать вот это пережитое, и прошитое, прожитое, как то, что уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос, вот так только, поэтому все оно, ну как бы по вере происходит, и тогда, когда мы, ну соскальзываем с этой дороги, опять вернуться, как бы сказать, на площадку вот этой позиции веры, можно только, ну через покаяние, слава Богу, что это есть, а не просто вот как бы по жизни, но как бы вот я как сказал, так нагло, хитроумно вот так жить, и а все равно Господь умер за меня, а все равно, если мы пережили вместе с Ним, то мы, значит, пережили эту боль, смерть, эту боль, отверженности, это потом, как там, погребение, и значит воскресение, то есть это как в унисон просто жить, и поэтому я вот как бы вот этот фильм смотрю, и думаю, Господи, мы вообще в сущности, в содержании должны знать о том, что мы спасены, да, и нам не надо, может быть, где-то лбы разбивать, но всегда вот эта ценность, жертва Иисуса Христа, мы должны быть ей наполнены, наполнены, и всегда, так скажем, Господь где-то нам напоминает о том, что, о чем мы отличаемся от других людей, которые, ну, к примеру, в Дне Бога, от Неби, вот у нас сейчас Бога, и мы станем, ну, такими же, я вот помню, вот я как-то вспоминал, Рейнхард Бонке, говорит, на лифте спускаемся, там он где-то проповедовал, конференции огромные, но у него всегда огромные конференции были, и, значит, зашел в лифт мужчина, ну, от него так разило алкоголем, и мне так противно стало, и я так с пренебрежением посмотрел на него, даже отвернулся, чуть нос себе не закрыл от того, что, ну, как будто это все пахнет, и вдруг прямо внутрь меня, внутри меня голос Божий и говорит, а чем ты отличаешься от него? И я тогда, Господи, прости, то есть я отличаюсь от него только тем, что имею Бога внутри себя, живу с Богом в отличие от него, понимаете? То есть вот, и поэтому получается, что мы ничем не можем похвалиться только тем, что вот Бог нашел нас, даже вот явно, да, написано, 15 глава, не мы нашли его, а он нашел нас, понимаете, он нашел нас и призвал нас, чтобы мы шли и приносили плод, и этот плод пребывал, а если посмотреть, а плод-то какой? Это вот такие вот противные, пьяные люди, которые рядом с нами, которым также открыть надо глаза и показать, что, друзья, вы же не такие, вы же из вечности, это же не ваш дом, вы что живете на этой земле, так, как будто вы будете здесь жить вечно, амбары строите, говорите, вот я такие планы на них построил, а в эту ночь может душа у вас просто забрана и уйдет в ад. И вот, и вот, и вот, я как бы говорю о чем? Не говорю о том, что сейчас нам надо ну каяться, разбиваться там, Дух Святой не ведет, значит не ведет, и копаться не надо, но с другой стороны, с другой стороны, посмотрите, вот я еще вспоминаю динамику служения, жизни апостола Павла, и вот он же, вот и Наталья скидывала как-то в чат о том, что там, сколько там, Авраам там 25 лет до сына ждал, потом еще 25, окончательное благословение было, потом Иосиф там 14 лет, значит потом Яков 25 лет, потом апостол Павел, мы как-то бывает пропускаем, но там смотрите, он же как только покаялся, начал проповедовать, там написано, что там 3 года провел в Тарсе, потом ну там в общей сложности, потом 14 лет его забрал, возможно с Тарса и забрал Варнавы его, то есть мы думаем, что вот он хоп, виденье увидел, а виденье это мощное было, и мы читаем книгу Деяний и думаем, вот он как пошел, 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 нет, у него глубокая яма была, 14-летняя яма, где про него просто никто не вспоминал, и можно сказать забыли, и если бы Бог Варнаве не напомнил, это то, что должно было с ним произойти, и он его поднял, и вывел, и потом только все началось, и потом только его приняли вот апостолы, и только потом учителя, и пророки в Деяниях 13 главе получили от Бога слово, что надо Варнаус Павлом отправить, и они тогда только стали апостолами, вот так, и вот когда я вот наблюдаю, у нас, посмотрите, дорогие, за что мы, по сути дела, молимся, почему мы провозглашаем вот апостольско-пророческую позицию, апостольское помазание, оно, знаете, с одной стороны, достаточно, все просто, если библейский, но так сложно, потому что все так просто, если бы не было вот такого, ну, как вам сказать, давления, давления со стороны верующих же людей, поэтому это достаточно жестко, и вот смотрите, дорогие, когда мы смотрим на апостола Павла, то он, значит, пишет о том, что я ничем не хуже высших апостолов, и нам дана равная благодать, но я более всех, он пишет, потрудился на этой благодати, то есть он как бы считает, что я больше их сделал, и по сути дела, он на самом деле правду пишет, потому что, посмотрите, ни у кого нет столько посланий, это, по-моему, 17 посланий же он написал, в отличие от других апостолов, которые, там, ну, два Иоанн, там, два написал, но с другой стороны откровение, там апостол Петр, два, а у нас целых 17 посланий написал, если, к примеру, книгу евреев, послание к евреям еще ему причислить, там, ну, как бы сказать, есть расхождение, у некоторых думают, что может быть он, может быть не он, так вот, и, и вот смотрите, и когда мы смотрим, то он, значит, такие великие дела они проводили, и вот он, понимаете, он уже после, вот, первой коринфянам, в 15 главе, в 15 главе, он пишет, что, я наименьший из апостолов, вот могу прочитать, вот, 9 стих, вот, 1 коринфянам, 15 глава, 9 стих, ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, и вот, драгоценное, посмотрите, и вдруг что-то с ним происходит, он меняется, и он становится, ну, скажем, вот как вот я, почему вот этот Петр Мамунов, до которого играл, вот он же там, он начинает, он так обличал их всех там, но, в монастыре, а потом, да простите, да я вас всех люблю, и такой смиренный, такой склоненный, а ведь, ведь на самом деле, в Библии написано, смотрите, что, покоритесь Богу, покоритесь Богу, а мы как-то, знаете, мы как-то, ну, ладно, все это местописание, скажу на Иисус, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и тогда убежит от вас, а у нас как-то, вот знаете, получается, мы как-то вот, сразу хотим противостать дьяволу, чтобы он убежал от нас, а вот ключ к тому, чтобы он, значит, ему противостать, и чтобы он убежал, мы его в руки не берем, а этот ключ, это покоритесь Богу, и вот это покорение Богу, вот для каждого же, ведь оно, Господь знает кому, как покориться, и вот, и как кого Господь, вот, ведет, вот, может быть, я не совсем, скажем, такой пример, такой одушевляющий, скажу, но, когда я приехал в Царицыно, мы вот, знакомились с Сергеем Васильевичем, он, ну, я, говорит, вижу, вы, такие пламенные, огненные, там, и молитва у нас, там, просто, ну, как бы сказать, шашкой на плече, и так далее, из-за исцеления, и он тогда сказал мне о том, что я тоже, говорит, верю в исцеление, верю, что Бог это может, но, вот у меня, говорит, грыжа, говорит, уже, говорит, несколько лет, и, я, говорит, верю, что Бог может исцелить, но, говорит, тогда, когда я делаю какие-то шаги в сторону, в сторону, вдруг она, говорит, у меня начинает, Ну, это, ну, что она там делает? Кровоточит, вылазит или что там делается? И я как бы тогда послушал и думаю, ну, как бы, ну, для меня, с одной стороны, неприемлемо, ну, как бы такое, что вот ранами Иисуса Христа исцелились и так, но, с другой стороны, понимаете, это же ведь, понимаете, его отношение с Богом, понимаете? И, с другой стороны, с другой стороны, были моменты в моей жизни, были моменты в моей жизни, когда у меня очень серьезный разговор был, ночами с Господом разговаривал по поводу того, что у меня были пробоины в здоровье, хотя я, ну, как бы сказать, ну, там, хотя там, ну, как сказать, там школьные годы и послешкольные, там, как говорится, спортом занимались и так далее, как сегодня говорят, надо зарядкой заниматься для того, чтобы здоровым быть, а диспортом. И вот у меня были серьезные разговоры с Богом по отношению к тому, как Господь через вот именно какие-то физические пробоины тоже мог разговаривать с тобой и какие-то вещи показывать в твоей жизни, даже показывая, ну, скажем, на других людей для того, чтобы, ну, нам быть с распятыми где-то и так далее. Я так, в общем, как бы говорю. И вот, и вот когда, вот возвращаясь сейчас к апостолу Павлу, когда он называет себя вот здесь наименьшим из апостолов, наименьшим, но тогда, когда он уже, потом мы вот читаем о том, что он уже там наравне со святыми, а вот конец его служения, конец его служения, когда он уже Тимофею пишет, это он в заключении был, это вот первый Тимофея, там в первой главе прямо, там написано, он уже говорит, что я первый из грешников. И вот посмотрите, и дорогие, вот понимаете, когда смотришь вот на все это и думаешь, как бы вот как-то у нас, у нас мы как-то все из пустыни в гору, вот торжество, высота и так далее, как бы вот дьявол, смойся, уберись и так далее. А вот смотришь на апостола Павла, вот в этом фильме «Остров», ведь он не просто каялся, смотрите параллельно там, что происходило. Там параллельно к нему со всех сторон шли люди, что есть там какой-то этот, ну, батюшка, а он же помните даже, если этот фильм помните, он даже не говорил, что это он исцеляет. Он якобы там с кем-то заходил, разговаривал и передавал, а этот сказал то-то, то-то, а на самом деле все через него. А почему? А потому что вообще не хотел воспринимать славу, он всю ее отдавал Господу, я недостоин. И вот мы видим, что динамика служения апостола Павла, она произошла, то он, значит, он ни в чем не уступает высшим апостолам, потом он наименьший апостол, потом он уже как святой, а потом он уже, ну, со всеми святыми, а потом он уже первый из грешников. Вот такое. И это, знаете, это нисколько не умаляет, вот именно учение, вот именно, как бы сказать, благодати, учение о прощении, нисколько не умаляет, но оно держится на, именно на сокрушение, оно держится на жертве, потому что христианство вообще стоит на жертве Иисуса Христа. Потому что сегодня мы в другую каналу, многие попадают, нам больше нравится о том, что мы боги, но надо всегда помнить, мы боги с маленькой буквы. Мы не бог с большой буквы. И не просто так мы говорим, что все можем, но в укрепляющем нас Иисусе Христе. Помните, мы с вами говорили, то есть мы, как бы сказать, однородными становимся, когда соединяется несоединимое с несоединимым. Это золото, которое символизирует Скиния, сама Скиния, и там ковчег славы, которое соединяется с деревом, прообразом нас. Дерево с золотом. Эти шестые сделаны, ковчег был сделан, много чего в Скинии было сделано. Это вот это соединение. Потому что богу нужны люди, бог сделал человека, понимаете, человека сделал. И то, что он может двигаться сверхъестественно, скажем, как боги, но только с богом, по-другому никак быть не может. И вот я, ну не знаю, так хочется донести вот это сокрушение, вот именно смирение, которое, ну у нас должно быть почитание, уважение перед нашим Господом. Потому что он же ведь не только, это откровение приходит, мы иногда откровение пришло, что, к примеру, он царь. И если он царь, то мы царе, только мы потом про самого царя забываем. Помните, апостол Павел говорит, вы, говорит, уже царствуете. Но, говорит, я посмотрел на вашу жизнь, если бы вы на самом деле царствовали. Вот так скажем. Или, к примеру, там Псалом 80-й говорит, вы боги. С маленькой буквы написано. Ну, Господь приходит, а если, говорит, вы боги, то почему ведете себя не как боги? Почему не совершаете суды? Почему не встаете за обиженных? Почему не решаете их проблемы? Почему не видно вас вот именно в тронном зале, на суде, понимаете? Поэтому часто мы просто вот на себя вот это, как бы сказать, вот эти звания надеваем. А вот именно сама сущность и самые действия, они, ну, желают быть самого, но лучшего. И поэтому, когда вот мы смотрим, я вот меня что еще сильно зацепило? Значит, это же по жизни все, все через нас проходило. Вот именно то, что потом вот это он освобождение сделал, вот у этой, ну, молодой женщины, в которой бес был. Это именно той дочери капитана, которого он думал, что он, ну, расстрелял его. А на самом деле там в руку попал, и он выжил. И вот он все, всю жизнь каялся. А потом тот с дочерью приезжает к старцу, а этим старцем оказался он. И вот когда она свободу получила, и вот ее отец уже, адмирал, он рассказывает, в чем проблема была. А проблема была в том, что четыре года назад ее муж, подводник, он погиб, ну, там где-то на задании в подводной лодке. И у нее переключка произошла, стрессовая ситуация, бес вошел. Это как мы, допустим, в служении освобождения учим о том, через что могут прийти бесы. Вот как раз вот такие стрессовые ситуации, которые открывают двери, и бесы входят, и потом мучают человека. А для человека, с одной стороны, даже, ну, как бы психологи говорят, с одной стороны бы, может быть, где-то сердце разорвало бы, уже он бы давно умер. Но как будто вот именно инстинкт самосохранения человеческого организма, он заслонку бутс поставил. Человек просто стал странный, человек стал сумасшедший и так далее. И вот я, когда, помните, вот я в чат пост скидывал о том, что много вот именно людей, которых мы, ну, допустим, не знаем. Вот они приходят, мы как-то по одежке встретили. Один дурачок, один странный какой-то, потом этот ненормальный, этот там вообще какой-то духовный рахит и так далее. И, тем более, в церквях мы очень много, ну, всего этого видим. А с другой стороны, а ведь Господь как говорит о том, что я, говорит, привел незначащие миры для того, чтобы пострамить мудрецу века сего. И так же странно о нас говорят. Но дело в том, что мы как бы хотели бы иметь вот именно рядом людей, которые бы, ну, там, я не знаю, всякие коучи прошли лидерские и так далее. Такие все смелые, сильные, на солнце загорелые, как говорится, храбрые и так далее. Но посмотрите, что за люди были у Давида. Там же пришли просто отбросы общества в эту Водоламскую пещеру. Тех, которых, ну, они были, скажем, социально вот именно не состоявшиеся в этой системе, структуре государственной. Поэтому они относились к бандитам. Может быть, кто-то видел давнишний фильм «Патриот». Мне сильно он так попал, когда вот мы мощной реабилитацией занимались. И тогда, когда история этого фильма говорила о том, о войне между Америкой и Англией. Ну, то есть между друг другом. Потому что англичане, они приехали, ну, покорять Америку. И из-за того, что американцы стали отходить, называя себя новой, так скажем, нацией, то англичане пришли для того, чтобы их склонить, что Америка, она, ну, принадлежит Англии. И вот там вот это началась гражданская война, если ее можно так назвать. И там вот этот «Патриот», вот, это, знаете, это Мел Гибсон, который с «Страсти Христа», значит, снял фильм. И вот он там играет главные роли. И там, знаете, смысл очень интересный был. Там у всех была такая парадигма. Ну, они были научены воевать, ну, как раньше воевали. То есть в строй встают, одни заряжают, значит, свои мушкеты, там, винтовки, как они там называются. Значит, стреляют, никто из противников не отходит, пули летят, первые ряды падают, потом эти заряжают, стреляют и так далее. А вот этот Мел Гибсон, который «Патриоты» играл, он говорит, нет, нам так не выиграть. Нам, говорит, нужна, говорит, совсем другая стратегия войны. И для этой стратегии войны подходят как раз вот эти, ну, отбросы, вот именно то, от которых вот, которых в мирное время не принимает вот именно таких людей. И он, значит, а где, говорит, взять там помощника? Он говорит, пойдем по кабакам, по барам и так далее, пойдем к тем, которые с законом раньше не дружили. И вот, кстати, вот библейский, вот если мы посмотрим, помните, там такой, мы много об этом тоже посвятили время с вами и молились. Царь Иеуй такой был. Там не все в порядке было с его жизнью, понимаете, вот именно перед Господом. Но Бог использовал его для того, чтобы был поражен духом Изавеля. Поэтому Господь говорит, у меня, говорит, везде есть свои люди и есть именно то иное стадо. И вот получается, что, значит, они пошли и набрали вот таких людей. Они там не вставали в строй. Они, короче, нападали на вот англичан, там засады делали сбоку, справа, которые не привыкли к этой войне. В конечном итоге они победили. И вот я верю, что Господь... Вот почему мы пережили вот сильное наркоманское пробуждение. И многие стали, я не говорю, что со всеми все в порядке, но многие стали вот именно у руководства церкви. Но нужно идти дальше. Нельзя останавливаться на пастырстве. Нужно двигаться. Нужно высвобождать пророков. Нужно высвобождать апостолов. Нужно высвобождать вот именно тех людей, которые, которые, они даже, может быть, не всегда могут находиться в церкви. Потому что они большое количество времени проводят на работах, проводят в каких-то, ну, я даже как бы в бизнесе, там в разговорах или, может быть, хобби там какое-то есть. Но они находятся именно там, где им должен находиться. Это среди людей. Среди людей. Потому что вот заметили... Ну, как заметили? Замечаю о том, что сегодня не так-то уж все разбежались в церковь бежать. Но зато церковь, она везде. Она даже там во власти. Она даже там в правительстве. И вот Господь вот именно поднимает у таких людей. Но я вот маленько ушел в сторону. А я о чем хочу сказать? Я хочу сказать о любви. И вот поэтому я этот пост о любви написал, потому что он у меня сильно так пробило. Потому что вот встречаешься, допустим, с человеком. Вот сейчас вот за руль, допустим, вот говорим. А кто, допустим, постарался немного вникнуть? Я помню, как один муж Божий, он мне так сильно попал в сердце, сказал. Ты не имеешь права что-то говорить плохо о человеке, если ты за него не молился. То есть, понимаете, это как бы сказать... Если ты в молитве что-то получил, вот бывает, ну вот разговариваем. Ты, допустим, человека реально, но не осуждаешь, а обличаешь. Почему? Потому что обличение, оно дает человеку выход. А осуждение, оно втаптывает в грязь. И вот если ты обличаешь человека в любви и показываешь ему выход, то, понимаете, вот это происходит тогда, когда ты, ну, любишь этого человека, полюбил этого человека, а значит, ну, вошел в его ситуацию, значит, понял его. И здесь, вот именно здесь, вот почему вот у меня это местописание, оно в книге Ефесянам, да, в третьей главе, который написал, чтобы там до этого написано верою, смотрите, верою вселиться Христу в сердца наши. Понимаете? Вот только со Христом мы можем видеть так, как он все видит. И он говорит, чтобы постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота. Да, и вот это вот местописание, вот у меня, вот именно на той неделе, оно просто так загорелось сильно. Вот именно на основании вот того, чего я сейчас рассказываю, потому что столько много людей, тут историй, которые вы сами можете рассказать. Я некоторые вот даже, особенно вот где-то кто-то рассказывает или в новостях где-то всплывает. Тут, понимаете, при маленьких детях могло столько всего происходить, когда родители алкоголики или наркоманы, когда там папа избивал маму, а может быть даже убивал. И многие это видели, я вот тут как-то показывали, вот они пили, а они не могли домой зайти, там маленькие по 4 года что ли, сколько-то были. Они там в бане спрятались и, ну, естественно, зимой это было, там 40-градусные морозы были, естественно, там в бане, конечно, нетоплено было. А потом, когда эти пропились все, а те, там мальчик с девочкой, у него там ножки отмерзли, ножки пришлось удалить, Господи, Боже мой. И вот, понимаете, и вот потом вырастают, вот такие люди вырастают, и в них целый букет, что вам рассказывать, да, и отверженности, и бесов, и странности, и негативизма, и нелюбви, жестокости и так далее, и так далее, и так далее. И вот, и когда я вот, мне Дух Святой просто вот вытащил опять это местописание, и я глубину по-другому посмотрел, потому что, ну, как бы сказать, традиционно мы глубину рассматриваем. Вот глубина во Христе Иисусе, вот я там так глубоко был, так его сильно пережил, познал его, так мне вообще хорошо, и все, и оттуда бы не выходил и так далее. А ведь Господь показывает еще познать глубину любви, это вот просто вот, а Господи, покажи, а что было в этом человеке? И вдруг Господь тебя вот возвращает туда, где, может быть, ему четыре года было, когда он ноги обморозил, когда ему отрезали, или, допустим, когда, может быть, маму убили при нем, или в тюрьме там отсидел, вот как раз им скил или что-то такое. И вот я вот на эти вещи по-другому взглянул, вот на этот фильм, когда вот эта женщина, она, ну, что, можем как сказать, ну, люди без Бога. Легко всегда прикрыто сказать, а что люди без Бога жили? Ну, мы тоже ведь без Бога жили, и ведь не каждый из нас с детства пришел к Богу. Кто-то позже, кто-то раньше верил, что Господь знает, когда кому приходить. И вот мы смотрим, а, дурочка что, там кукарекает и так далее. А потом, когда узнаешь, а там, оказывается, она когда дурочкой-то стала? Вот именно, когда муж погиб, когда семья развалилась, когда перекрыто было все. И вот я просто вот молился, Господи, ну, вот эту неделю о том, что, Боже мой, просто, ну, вот как я и пост назвал, Господи, дай силы, дай силы любить. Потому что мы, когда читаем о том, что дай уразуметь превосходящее уразумение любовь к Христову, чтобы познать его во все долготе, глубине, широте и высоте, это синодальный перевод. А когда смотришь на перевод Новый Еврейский, завет еще есть, они не противопоставляют друг другу все остальные переводы, они просто дополняют друг друга. Там написано о силе, силу, дай, Господи, силу познать любовь к Мессии во всей долготе, широте, глубине и высоте. И вот здесь, вот здесь, ты понимаешь, что да, здесь нужна сила, и эта сила, она уже внутри тебя, потому что не просто до этого написано стихе, и дай веру вселиться Христу в сердце твое, потому что мы только во Христе можем любить так, как Он любит, и вместе с Ним познать вот именно ту глубину там, тогда, когда они были, может быть, еще маленькие, были еще детьми. Да и мы, мы же о себе так же говорим, дорогие. И вот эту глубину, где Господь показывает, единственный просто момент драгоценный, я, скажем так, ну вот есть служение Соза, я, как бы, ничего не хочу сказать, но там есть такие моменты, когда реально тебя, ну, скажем, есть проблемы в этом, дорогие. Знаете какие? Не в самом учении, а в людях, которые преподают, понимаете? Потому что это так же, как пророческое служение, оно опасное служение для тех, кто незрелый, оно опасно для тех, как вот в 1 Коринфянам 13 главе написано, ведь помните там, как написано? Любовь это, 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 и ты понимаешь, Господи, да я вообще не в теме. И, и он говорит, вот ты хоть запророчествуйся, ты хоть вообще там все свои дома пожертвуй и всю свою недвижимость, если любви не имеешь, то просто это все уйдет, ну, в другую сторону, как барабан звучащий. И потом в этой же главе написано о том, что по-младенческим мыслил, да, думал по-младенческим. И вот, и в конечном итоге получается, что пророческое служение, если оно, как бы сказать, попадает в младенцу, я мне мое, то тогда там и пишется о том, что мы как у мутного стекла. Да, и я тогда это назвал, что королевство кривых зеркал, а мы призваны жить в царстве Божьем. Почему? Потому что младенцы, они, они пророчествуют, да, но они пророчествовать могут, я имею в виду о духовном возрасте, из своей плоти или своей душевной жизни, а мы должны пророчествовать с глубины, наша подводная лодка должна быть на глубине, а перископы, они должны быть и в духе, и в душе, и в теле, вот так скажем, и в естественном. И вот, и вот тогда мы просто понимаем, насколько все может стать ущербным. И вот поэтому я вот к чему к СОЗу-то пришел? Я пришел к тому, что, к примеру, Господь начинает заводить вот именно на ту глубину и показывать, в чем проблема у человека была. Начинает открывать, например, то его прошлое, из которого тянется вот это, наверное, Наталья больше даже меня расскажет об этом. Но для меня, для меня уйти на ту глубину, где проблема, лишь только для того, чтобы показать, что и на этой глубине, в том прошлом, откуда идет проблема, мы там должны увидеть крест. Мы там должны увидеть смерть Иисуса Христа, что Он умер уже тогда за тебя. Потому что для Него нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Он в вечности, понимаете? Поэтому, если и туда мы идем, потому что крест, крест, Он, собственно, уже все сделал, Он отрезал все, отрезал прошлое, отрезал все. И если мы не доходим до этого, то Господь нас возвращает туда и говорит, ну я же здесь был, я тоже за это умер. И поэтому никакое проклятие, оно не может давлеть над тобою. И вот это вот, ну как бы сказать, вот именно вот в этом, в этой глубине, вот как-то Дух Святой повел меня, вот именно полюбить вот таких людей, полюбить таких людей. Я не говорю, что потакать таким людям, водиться Духом Святым, потому что там, как говорится, они тоже могут сесть на шею и сказать, ну вот, потому что вот так с нами произошло, поэтому несите меня и так далее. Нет, мы должны вот именно в любви увидеть, а как ты, Господи, хочешь его повести? Может быть, где-то жестко говорить, может быть, где-то строго сказать, но он должен чувствовать, что все это в любви, хотя он может полностью закрыться. Как мне там, ну, как вот мы разговаривали, да, брат сказал там, я не принимаю осуждение. А здесь не осуждение, он в осуждении видит обличение. А если обличение, то значит изменение. А если это принимается как осуждение, то тогда человек меняться не хочет. Ну что, тогда еще потерпим, еще круг пройдем, еще 10 кругов пройдем. Евреи 40 лет ходили, и кто-то не вышел из этого. И вот когда Господь говорит о глубине, вот с одной стороны, меня очень сильно коснулось, очень сильно, можно сказать, на взрыв, когда вот ты в этом человеке вдруг увидел маленького ребенка, который пережил вот этот весь ад, ад в детстве. И потом ты на него по-другому и во взрослой жизни начинаешь смотреть. Это помогает, ну, подняться состраданию, потому что, помните, Иисус Христос, один из его ключей был то, что он сострадал, сострадал и любил. Это был вот именно ключ к его чудесам, знамениям и так далее. Но если мы искусственно пробуем это все сделать, оно не получится. Оно только во Христе Иисусе, вот именно, который уже внутри нас. И потом, когда мы дальше идем, вот, к примеру, вот о глубине поговорили, высота. И вот для меня высота, высота, это прежде всего, это особенно последнее время в молитвах, Бог Отец вознес Иисуса на высоту. И эта высота была крестом, понимаете, вот как он вознесся. И вот мы хотим быть где-то на горах, на горах, в триумфе, в славе какой-то. Но часто бывает, мы односторонне все это принимаем, потому что, прежде всего, высота – это крест. И вот наш Иисус, Он был превознесен на крест и продолжал, вот именно это высший пилотаж, продолжал любить распинающих Его со словами. Прости их, отче, да, ибо не знают, что делают. И вот я когда скидывал тоже пост, помните, достигшие полноты, это тоже не просто так родилось. Ну, хотя мы в этом жили, ничего нового нету. Это мы, я рассказывал, тоже молимся с братьями, и там команда бизнесменов просто, я как-то рассказывал. И большинство из них верующих, они просто взяли и кинули, ну, брата, и вплоть даже до того, что, ну, даже недвижимость собрались брать, вот именно, которая не принадлежит производству, а именно вот личная, как говорится, где семья живет. И вот, ну, есть свидетельство, как Бог мощно начал работать, потому что я тоже, как бы, ну, расположился, вот, сопровождаю это молитвой. И у меня на этот год вообще слово о том, что, как плечи говорят, тот, кто покатит вверх камень, тот сам и попадет под него. И тот, кто копает яму, сам попадет в нее. И как свет высияет правда твоя. И поэтому, когда видишь, как Господь, ну, реально двигается, когда ты твердо в этом стоишь, да еще и люди от этого благословлены. И как это, как эти местописания начинают они исполняться. Но я вот как раз приводил, в пример, вот из песни песней, там, помните, да, мы уже поднимали это, в пятой главе написано, что она, когда пошла возлюбленного искать. А ведь она, это церковь, а он, это жених Иисус Христос. И вот мы пошли за ним, а там вот стражи встретились. И помните, да, избили, изранили меня, сняли с меня стены, стерегущие, да, мое тело, избили, изранили меня. И вот когда мы попадаем вот под этот пресс, а мы же сейчас о любви говорим, и вот драгоценное, вот так легко просто вот войти в гнев, в мщение, в критику, в непрощение. И в конечном итоге позволить войти бесам, позволить горькому корню расти. А можно, если ты эту ситуацию используешь глазами Иисуса Христа, познать Иисуса Христа, мы о глубине поговорили, а сейчас о высоте говорим, то тогда получается о, ну, с одной стороны горько, помните, я там местописание приводил с 54, Псалом 54, где написано, ладно бы, говорит, там враги, ладно бы там вот эти злодеи, там это понятно все было, психологически не так тяжело было. А ведь это, говорит, те родные мои, которые, с которыми я в храм ходил, с которыми вечерю там разделяли, с которыми хлеб делили, вот что больно, понимаете, вот такое. Но в конечном итоге, когда мы глазами Бога смотрим, то в конечном итоге мы просто увидели, Господи, я понял, да, они неправы, да, они подлецы, да, они вот именно, ну, как бы сказать, по правде не заслуживают вот этого, как бы сказать, моего расположения. Но оказывается, глазами Бога они тебе помогают пройти в финишную, последнюю главу «Песни-песни», и там уже, говорит, я достигшая полноты, помните, она пишет, то есть я зрелая, я готова принимать семя, от кого? От Господа в первую очередь. Я готова понести плоды, потому что ты нашел меня, ты не просто меня провел через вот этих людей, которые каменные ножи, они просто поменяли старые мехи моего сердца, сняли с меня старые одежды праведности, потому что новые уже нужны. Аллилуйя. И в конечном итоге она в восьмой главе, говорит, вот победа, а есть, говорит, да, другие верующие, вот, говорит, у меня есть сестра, там, говорит, вообще у нее ничего нету, она, если, говорит, будут свататься за нее, там, ну, там, физически описывают, там у нее ни грудей, ни подготовки, ничего к этому нету, как она, говорит, будет жить, если бы, говорит, там что-то было бы, мы бы, говорит, там ее кедровыми досками там обложили и так далее. Ну, в общем, то есть по-другому, что незрелые верующие, а в конечном итоге Господь делает нас вот сильными, как она говорит, я стена, я башня во имя Иисуса Христа. Ну, и раз уж начали, там, помните, также мы же о глубине, о высоте, широта. Я обычно апостола Павла принимал, его команду поднимаю, когда он сказал, вам не тесно в сердцах ваших, а нам тесно в ваших сердцах. А кого ты вместить можешь? Вместить можешь только тех, кого любишь. А кого ты любишь? Только ли себя любишь? Только ли мужа любишь? Только ли семью свою любишь? А как вот именно город? А как вот именно дальние, которые стали ближними? А может быть, и всю страну уже пора вместить? А кому-то весь мир нужно вместить? Ну, а о долготе вообще все просто. Я сразу, когда писал этот пост, то просто написал любить, любить и любить. Помните, когда Иисус Христос пришел к Павлу, ой, у апостола Петра спрашивал, любишь ли ты меня? Он говорит, люблю. Ну, если любишь, то иди паси агнцев моих. А это же, понимаете, как бы сказать, ладно бы там какие-то агнцы были. Видать, не так легко этих агнцев пасти. И все-таки у Иисуса Христа, помните, мы с вами говорили, в команде был Иуда до последнего времени. И Иисус знал, что он придаст его. И окунул вместе с ним хлеб. И вошел, говорит, тут именно тогда, когда мы недостойно принимаем, вошел сатана в него. И вот такая трагедия произошла. Поэтому, ну, а с другой стороны, драгоценное, вот всегда, когда мы слышим проповеди о любви, часто оно такое абстрактное все. Типа, ну, вот любовь, а для чего это мне? Вот мне сейчас исцеление надо. А вот мне сейчас вот там пробиться надо, там прорыв получить. Но вот как раз любовь, любовь, ведь вот апостол Иоанн, он пишет, что как раз в любви нет страха. И что вот именно совершенная любовь, то есть совершившаяся в тебе, значит, она изгоняет всякий страх. И там, где страх, там нет веры. Поэтому вот смотрите, там не написано, вера изгоняет страх, там написано, любовь изгоняет страх. А там, где уже нет страха, на то приходит вера. Потому что там, где вера, там нет страха. И потом уже он дальше пишет о том, что и всякий рожденный от Бога побеждает мир, а победа – это как раз вера наша. Поэтому вот любовь, она как раз это та посадочная площадка для веры, которая очистила площадку от страха. А вера принесла победу в этом мире. Вера принесла победу над болезнями, над проблемами и сделала прорыв. И вот да будет с нами вот так во имя Иисуса Христа. Поэтому, Господи, я молюсь с нашими благословенными, дорогими людьми, командой, которые, Боже, стоят сейчас пред Тобой. И мы просто открываем наши сердца и просим Тебя, Господи, высвободи из нас любовь, потому что она уже внутри нас. Как написано в Римлянных пятой главе о том, что она излилась в сердце нашим Духом Святым. Но пусть она проявится, пусть она и зальется, пусть она не будет закорсервирована в нас и не умрет внутри нас. А чтобы, Господи, на каждый вызов мы могли высвобождать эту любовь. И ты, Господи, показался в том Писании, что любовь, она даже не прибавляется, она умножается. Умножение есть в любви и есть труд любви. Это не просто любовь, а написано труд любви. Поэтому, Господи, дай нам потрудиться во славу Твою. Дай нам потрудиться в могущество, Господь, Твое, для того, чтобы, самое главное, любовь, она была проявлена через нас, потому что Ты сказал, Ты есть любовь. А остальное, мы верим, все приложится к нам. Дорогой наш Господь, спасибо Тебе, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо. Аминь. Спасибо. А мне нужно добавить вот по поводу любви. Вы знаете, еще не слышала одного проповедника, что Павелова, он говорит как раз о теме любви. И я всегда знала Галатам 5.22, что плоды Духа, да, любовь. Ну, как-то вот любовь, она, ну, само собой разумеющаяся, другие плоды. А в этот раз Господь как-то внимание обратил на любовь. Да, и аминь. Любовь – это плод. А плод, он, если он не возрастает, ну, мы знаем, что плод, он потом, ну, зеленеет, гниет и все такое. То есть любовь, она в нашей жизни должна возрастать, расширяться, развиваться. Если этого роста нет, любви. А ты ведь понимаешь, в повседневной жизни, сталкиваясь с теми неимы обстоятельствами, Библия, оно как сканер, сканирует твое сердце. А как ты любишь этого человека, который за стенкой там шумит, музыку играет, и вопрос сразу возникает, а есть ли вообще правда любовь к этому человеку, несмотря на все, что он делает. И поэтому вот о том, чтобы плод любви, он возрастал, расширялся, ну, распространялся, это очень большая ценность для нашей жизни, для наших хождения с Богом, для отношения с друг другом, и самое главное, для отношения с людьми этого мира. Вот, как-то на это внимание Господь обратил мое внимание. Слава Иисусу! И в это подтверждение ваше сегодня слово по поводу любви. Слава Господу! Аминь! Вы знаете, а я, можно сказать, Ярослав Анатольевич впервые за христианскую жизнь столкнулась с такой вещью, что я просто была, ну, как сказать, огорошена, ошарашена, я не знаю как. Вот про поводу Руфи. Ее рисуют, ну, просто ужасным человеком, она просто больной человек, который сейчас, слава Богу, проходит, значит, медицинскую комиссию, даст Бог ей, группу дадут. Вот, оставленная без жилья, сыновья продали, по ее согласию думала, ей тоже выделят они деньги, ее жилье, но ей ничего не досталось. И она просто бродит. Из церкви в церковь, из центра в центр. И, как бы, как говорят, зарекомендовала себя с отвратительной стороны. Ну, какая отвратительная сторона? Они думают, поспит и уйдет. А ей помощь нужна. И когда церкви или центры сталкиваются с тем, что человеку нужна помощь, вот такого плана, легче выгнать, приписать непонятно что, но не брать ответственность за это. И вот она годами, вот она скитается. И как-то удивительным образом Бог расположил «Мое сердце, сердце девочек моих, которых сказал Господь, даю вам молитвенное бремя». Господь сказал «за нее». И я сейчас вижу по молитвам нашим, как Господь действует в ее жизни. Уже подольше ее задерживают, вот чтобы прошла она больницу, значит, врачей в центре, где есть место, есть где жить. Бывшим убийцам, бывшим, ну, преступникам. А ее выталкивают все время, выгоняют. Вот ей нет места даже среди вот этих вот. И вот лично я разговаривала с тем, кто начальствующий вот в этом вот центре. И он как бы соглашается со мной. Я говорю «Давайте потерпим, потерпим еще немножечко, вот и еще врача надо». И он соглашается. Но вот сегодня она звонила, говорит, видите, по молитвам водитель, согласился ее в больницу отвезти. То есть Бог отвечает на наши молитвы. Но вот это вот вопрос любви, это такой вопрос, я вижу, очень сложный, может быть, я не знаю, для каких-то церквей. Но слушают, как сказать, сплетни, разговоры, нехорошие вещи от человека и верят в это. И с этим относятся к, вот, по крайней мере, Руфь. Впервые в жизни у меня такой вот случай. Чем я могу поддерживать? Да только вот она, вот, связь со мной, вот, и она счастлива и рада, что кто-то ее понимает хоть по телефону. Вот, такие дела. Поэтому, конечно, за церковь нужно молиться. Должна подняться Божья любовь. А как ему с обочин собирать вот таких, как Руфь, отверженных, выкинутых в семьях своих собственных, детьми своими. Вот. И куда Богу вести их? А если мы говорим о пробуждении? Пробуждение, оно, конечно, и с нас начнется, да, это они. Потому что любовь нужна. Куда Бог приведет таких, как она? Я вижу, что Бог провел многие церкви и центры, вот, как испытывая через Руфь друзей, как друзей Иова. Понимаете? И вот, как будто бы такая пробный вариант у Бога. А могу я привезти вот в вашу церковь вот такого человека? А что вы будете с ним делать? А могу я поместить в центр там или в Дом Милосердия такого человека? А что вы будете с ней делать? Одной. И, в общем, экзамен проходим мы. Аминь. Ну да, аминь. Как говорится, практично, не только голословно. Аминь. Аминь. Да. Я пока вот Людмила говорила, вспомнил там, когда мы еще в библейской школе учился, один проповедник, вот это местописание, вот о чем Людмила говорила, о том, что плод же духа, да, любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. И вот, когда мы читали это местописание, на одном из уроков он нам сказал, а теперь, говорит, вот возьмите и в Библии поставьте, вот там написано, плод же духа и двоеточие написано, любовь, радость, мир и перечисление. А вы, говорит, двоеточие перенесите, говорит, после слова любовь, то есть плод же духа, любовь. И вот здесь поставьте двоеточие, потому что дух святой, говорит, он нам, говорит, повелевает вот так читать, что плод духа – это любовь и двоеточие, в которой и радости, мира, долготерпения, и благости, и милосердия, и вера. То есть, если мы реально хотим, но распаковать слово любовь, то мы должны вот именно вот эти, ну скажем, вот эти нравственные позиции, которые выражаются в мире долготерпения, в милосердии и вере, это все в любви. И вот я помню, мы тогда двоеточие поставили в своих Библиях после слова любовь, потому что на самом деле вот именно абстрактно будет звучать, когда мы просто скажем, плод же духа – любовь. А что в любви? А вот как раз в любви, помните, что радость и мир, да, и праведность – это царство Божие. И вот как раз это и есть плоды, вот именно любви, из которой Господь, Он просто нам это как плоды рождает. Поэтому, ну вот, такое напоминание мне пришло. Слава Господу Богу. Поэтому дай Бог нам… Ведь в конечном итоге любовь же – это последняя ступенька, в лестнице апостола Петра, помните, когда написано о том, что покажите вере вашей добродетелью, в добродетели рассудительности, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении братолюбия, а в братолюбии любовь. Поэтому, если где-то мы на какой-то лесенке встали, даже пускай на терпение, на воздержание, на рассудительность и так далее, на добродетели, но если мы не достигли последней ступеньки, вот именно братолюбия и любви, то тогда, там же, помните, продолжение есть о том, если это у вас есть, и это умножается, то вы не останетесь без плода там и жизни, да, в Царстве Небесном, своими словами так говорю. Поэтому настоящих христианин, так скажем, вот верующий человек, рожденный свыше, муж Божий, жена Божия, они должны пройти все ступеньки. То есть по-другому в любви, как раз, вот именно все остальные ступеньки, которые начинаются вот с веры, потому что веру мы принимаем Христа, силы Его через веру мы становимся и воздержанными, и терпеливыми, и мудрость приходит быть рассудительными и так далее. Ну, так как-то. Аминь. Аминь. Ну что, драгоценное, тогда пусть нас накроет любовью Божьей, пусть она и зальется, пусть мы утонем в этой любви и станем, как Иисус Христос, потому что Он внутри нас, я имею в виду, как Он, потому что Он есть любовь, чтобы видно было не нас, а видно было Его. Аминь. Аминь. Спасибо, Иисус Христос. Благословенно. Да, Вам спасибо большое. Слово хорошее сегодня, очень хорошее. Привет нашим всем. Да, передаю каждый раз. Аминь. Спасибо. Всего доброго. Да, благословит Бог в вашей семье. С Богом. Благословение. Спасибо. Спасибо. Угу. Аминь. Угу. Продолжение следует...